Привет, ребят! С вами Полина Червовой, и я очень рада видеть вас на моем канале «Английский для начинающих с Полины Червовой». Сегодня мы с вами обсудим топ-5 ошибок в предлогах, которые допускают новички, и не только. Надеюсь, вы готовы. Погнали! Первый момент, на который следует обратить внимание, мы не используем предлог to со словами home, here and there. Для начала давайте с вами обсудим, что любое движение в сторону дома у нас без предлога. Вы можете ехать домой, возвращаться домой, приходить домой, то есть все что угодно можете делать, но предлог вам не нужен. Например, I need to go home. Мне нужно идти домой. Go home. Предлога не было. Или, what time are you going to get home? Во сколько ты собираешься добраться до дома? Опять, get home. Добраться до дома. Предлог не нужен. Также, когда вы говорите, например, what time are you going to get here? Во сколько ты собираешься добраться сюда? Тоже предлог не нужен. Или, get there? Тоже предлог не нужен. То есть, любое движение в сторону дома, а также со словами here and there, мы не используем предлог to. Второй момент, когда мы играем на каком-то музыкальном инструменте, мы тоже не используем предлог. То есть, в русском мы говорим, я играю на фортепиано. Хочется сказать on the piano, но это неверно, потому что в английском языке мы используем только артикль. Например, do you know how to play the piano? Ты знаешь, как играть на фортепиано? Я использовал определенный артикль there и не использовал предлог. Он там не нужен. Третий момент, когда вы говорите, что вы что-то едите на завтрак, вы используете предлог for. Весьма неожиданно, да? Мы не можем сказать on breakfast. К сожалению, нет. Мы говорим for breakfast. For breakfast, for lunch, for dinner. Например, I have sandwiches for breakfast. У меня бутербродики на завтрак. Или what's for lunch? Что там у нас на ответ? Четвертый момент, про который следует помнить, это предлог on с днями недели. То есть, в русском языке мы говорим в понедельник, в воскресенье. И в английском так и хочется поставить предлог in. Но нет, не тут-то было. Мы используем предлог on. Например, see you on sunday. Увидимся в воскресенье. И следующий самый важный момент, который тоже относится к предлогам времени, это наш пятый пункт. Если у вас есть слова next, last или every, next это следующий, last это прошлый и every это каждый, то вы отменяете предлоги времени at, on, in. Это только к предлогам времени относится. Давайте подробнее обсудим. Смотрите, если я скажу, this couple broke up in May. Эта пара рассталась в мае. С месяцами мы используем предлог in, поэтому все верно. Но если я скажу, this couple broke up last May. Эта пара рассталась в прошлом мае. Слово last отменило предлог in, он нам не нужен уже. Или, we are going to Moscow in summer. Мы поедем в Москву летом. In summer. С сезонами мы используем предлог in. Но если я скажу, мы поедем в Москву следующим летом, то предлог in отменяется. We are going to Moscow next summer. Отменился предлог in. Или, see you on Sunday. Увидимся в воскресенье. С днями мы всегда используем предлог on. Но если я скажу, see you next Sunday, то предлог on отменился. То есть, если у вас есть слова next, last или every, они отменяют предлоги времени at, on, in. Только предлоги времени. Не проецируйте это правило на предлоге места. Хорошо? На этом все. Я надеюсь, что видео было полезным и несложным. Если вы хотите больше разобраться в правилах предлогов, то обязательно приходите на мой онлайн-курс Марафон, где я объясняю все сложные правила грамматики суперпростым языком, без каких-то заумных терминов и сложных объяснений. Подробная информация о моем онлайн-курсе Марафон есть на сайте. Ссылку оставлю в описании к этому ролику. Обязательно переходите. Мы стартуем всегда 1-го числа. Курс подходит для учеников с разным уровнем английского. От pre-beginner, то есть для тех, кто вообще никогда не учил язык, до up-intermediate. Это уже такие суперуверенные спикеры. Есть форматы без поддержки куратора, с поддержкой куратора и даже вип-марафон, где с вами индивидуально работает преподаватель и каждый день вас спрашивают, что ты сделал сегодня? Я желаю вам потрясающего дня, успехов в изучении языка. Поставьте, пожалуйста, лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал и мы встретимся в следующем ролике или на Марафоне. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok